Очень приятно приезжать сюда, потому что такая обстановка на турнире дружеская, открытая, легкая. Мне очень понравилось, хорошая атмосфера для соревнований, но только положительные эмоции. Я посоветую не бояться, приезжать, выступать, пробовать себя на помосте, чтобы какой-то соревнователь не мог накапливаться. Выложи. Грудь держи. Под сет. Держи! 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 Молодец! В целом, в принципе, достаточно такие трудолюбные соревнования, атмосфера такая праздничная, мне понравились, сегодня конкурс проводили. Давай, давай! Закрепить! Терпеть! Лежите, лежите, лежите! Терпеть! 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 Как тебе наш турнир? Отлично! Понравилось? Конечно! А откуда узнал о турнире? Из интернета. Да, как раз ваша страница заходила. А что сподвигло приехать из такого далекого? Сподвигло то, что у нас очень мало проводится соревнований, в том числе и в советских мирах. Состоялся еще. Угу. Решил выступить и на людей посмотреть, как знакомство. Угу. Отлично! Понравилось, конечно. Спасибо вам. Несмотря на то, что мало участников. Ну, будет еще. Будет. Будет. Мы будем выступать еще. Будет. Будет. Поводили каждый год. Угу. Угу. Для этого еще что-то. Удачу. Угу. Чтобы успокоиться. Побольше соревнований. Побольше опыта. Спортсменам приятно будет. Понравилось? Подтянутся люди сейчас. Спортсмены подтянутся. Угу. Боих, такие соревнования. Очень хорошие с теми. Дружимся. Молодец! Молодец! Александр, ты сегодня нам с Андреем Марковым доставили такое удовольствие, личную борьбу, ты представляешь город Королев, Московская область, я бываю и на Москве, и на области, но почему-то не вижу тебя, вижу тебя в первый раз. Лицо немножко знакомое, может где-то когда-то видел, но на соревнованиях 100% нет, но ты показал такие достойные результаты, кто ты, расскажи, где ты тренируешься, за кого ты выступаешь. Я тренируюсь в городе Королев, в Фоке, сам там работаю тренером, и хочу возродить тяжелоатлетов на себя в Королеве. Это, конечно, турнир у вас хороший, понравился, на помосте танга легче, чем на разминке, поэтому даже, ну, ходим к вам вместе все время, я думаю. Мощный разгон! Разгон, прием! Молодец! Плавный и взрыв, не отпускай! Поднимал, боролся с Александром с города Королев, устроили такую зрелищную борьбу. Я могу его поблагодарить, только Александра, Саша, у вас, кстати, идет. Да-да-да, присоединяйся, Саша, присоединяйся. За то, что человек приехал, там, возможно, отложил какие-то свои дела, готовился там, не знаю, не готовился, устроил вот эту вот борьбу, эта зрелищность нашим соревнованиям придает. Я тут могу его поблагодарить за это, мы его ждем на следующий год. Я считаю, что нормально мы все провели, просто сделаем вывод, и в следующем году устроим еще соревнования. Это бедоносное шествие, да, то есть никто не прекращает эти турниры, пусть там во многих интервью я видел, что, допустим, Кубок Президента, там кто-то хает, да, там что-то не хватает и так далее. Это не из-за этого, а из-за того, что многие люди, опять я от других слышал, что мы же поедем, ничего не выиграют. Но если вы будете сидеть на месте, вы никогда ничего и не выиграете, тогда вы нигде участвовать не будете. И ваша тяжелая атлетика в вашем там регионе или где-то, она будет загибаться. Так только вы будете выставлять спортсменов и ездить куда-то на соревнования, тогда будет результат и у спортсменов, и у вашей там организации, которая представляет тяжелую атлетику, и на вас обратят внимание, по крайней мере, на таких турнирах, не только цепляясь за какие-то серьезные соревнования, тут тоже достаточно серьезные соревнования, в которых присутствует призовой фонд. Я извиняюсь, ни на какой области вы столько денег не получите, если вы действительно готовы и готовитесь к этим соревнованиям. Поэтому я желаю спортсменам, которые, возможно, в следующем году все-таки настроятся и привет, просто отнестись немножечко серьезнее к ним, да, и взять подготовиться. Если вы подготовитесь, и будет здесь вот такая же борьба, как у нас произошла, это будет и зрелищно, и интересно, и каждый будет устанавливать свои личные рекорды. Поэтому мы ждем всех. Алексей Безбородов. Тот, чей голос мы слышим, когда смотрим международные соревнования по тяжелоатлетике, по Евроспорту, и где еще? Пока только по Евроспорту. А, только по Евроспорту. Не знаю, почему он в этом году отрастил бороду, наверное, против своей фамилии. Нет, ну это так. Противовес своей фамилии, нет? Попытка что-то поменять. Дань Моги какой-то? Имя же, может быть. Ну, я чувствую, что мне комфортно в этом состоянии. Хорошо. Сегодняшний турнир, это первые твои соревнования после длительного перерыва, да? Да, ну... Причины какие вернутся? В те времена, когда, да, выступал на таком, наверное, неплохом уровне. Какие места там? Был призером молодежного чемпионата России, юношеского чемпионата. О, хорошие результаты. Так, был такой, ну, не супер уровень, но сильнее многих. Ну, все понравилось. То есть, я, конечно, присутствовал на первом. Да, в качестве зрителя. В качестве зрителя, да. Да, сейчас вот в качестве спортсмена по-прежнему у этого турнира своя атмосфера. На золотом группе собираются такие настоящие любители тяжелой атлетики. Многих не пугает расстояние. Да, с Дагестана приехали сегодня. Да, приезжают издалека. И я думаю, в следующем году будет еще интереснее. Давай, 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 до конца, до конца поработай! Выложись! Надо, надо! Сухо! На другую очередь. Давай, давай, давай! Держи! 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 Гуди Васильевна! Гуди Васильевна, тренер Марчелло, Гуди, который сегодня установил рекорды турнира «Золотой Олимп», который стал абсолютно победителем. Расскажите, что привело вас сюда, кто вам рассказал, кто порекомендовал? Мы работаем, выступаем замок ГФСО, во-первых, во-вторых, мы работаем с Дмитрием Берестовым, с Дмитрием Берестовым мы работаем, как второй тренер, а первый тренер начало. И, соответственно, мы решили проходочку сделать перед чемпионатом Европы. Треста Европы будет до 20-23 лет, которые в Лимассоле будут проводить на Кипре. И, соответственно, вот пришли выступить сегодня на ваш турнир. Ну как, вот вы, учитывая то, что Марчелло участников многих международных соревнований, сравните те соревнования, наш турнир, что можете сказать? Что хорошо, что плохо, что понравилось? Здесь все хорошо, здесь просто еще надо малонародно. Я думаю, в перспективе будет больше людей выступать, а остальное, конечно, все нормально. Вы рекомендуете приезжать? Конечно, конечно, рекомендую. Скай приезжают ребята, потому что я выступаю. Сами вот планируете в будущем приезжать или вы только вынуждены были приехать, чтобы провести проходку? Нет, почему? Если у нас не будет больших соревнований или подготовки в других городах, конечно, мы приедем и спать на ваш турнир. Будем рады. В очередной раз мы можем наблюдать Дмитрия Берестова у нас на турнире. Предыдущие два турнира он участвовал в качестве спортсмена. Сейчас приехал в качестве тренера, привез двоих, да? Да, двоих. Своих воспитанников. Вот в чем заключается прогресс? Или вот Гуде надо было обязательно пройти? Ты знаешь, хотел бы сказать, что мне вообще очень приятно приезжать сюда, потому что такая обстановка на турнире дружеская, открытая, легкая. Соревнования получаются не просто как соревнования, такие будничные, да, а соревнования получаются как праздник. Праздник, в который приятно приехать, пообщаться с друзьями, выступить, вывести своих спортсменов, либо самому выступить. Поэтому каждый год я с удовольствием сюда возвращаюсь. В этот раз изъявил желание выступить. Причем сами я никого не заставлял, просто узнали о вашем турнире в очередной раз, который будет проходить. И мои спортсмены с радостью, вот Краснов Александр сказал, вот и мне хочется выступить. В принципе, у нас такая подготовка идет к чемпионату России с ним. И ему как раз не хватает выступления, не хватает соревновательного опыта. Поэтому такие старты, они нужны в любом случае. Это помост, в любом случае это зрители, в любом случае это опыт соревнователей. И второй спортсмен, который я привез, это Марчел Гудя. Поэтому еще раз большое спасибо за приглашение, еще раз большое спасибо за данный турнир. Все было отлично, супер, красиво и весело. И думаю, что в последующие годы мы также будем принимать участие, приезжать, поддерживать ваш турнир. Подсет, кружок. Ровно, держи. Ровно, держи. Держи. Ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова